Привет, друзья! Сегодня мы с тобой поиграем в новенькую игруху под названием Призрак Сказки. Это к тому, что мы недавно играли Мишка в Страшность Сказки. И я подумал, пока мы ждем продолжения этой игры, стоит что-нибудь найти тоже сказочное и поиграть в это. И вот сегодня мы играем вот в это. Призрак Сказки. Что ж, сейчас посмотрим, что это за сказочная такая штука. Какое пламя. Вначале было зеленое пламя. Сила, лишенная сознания и поглощающая все на своем пути. Существа нашего мира давали ему отпор, но погибали одно за другим. И восставали марионетками изумрудного огня. И лишь крысы сражались до последнего, пока не погасили зеленое пламя в битве в Приклавской долине. Мира. Мира, где ты? А я здесь. Итак, игруха про нашего маленького грызуна. Как она глючит, слушай. Про маленького грызуна. Мышоночек. По всей видимости, это не взрослый мышонок. Посмотри на его зубы. Если взрослее был бы мышь, у него были бы длиннющие зубы. Так, ладно, к чему это я? Красная роза, давай ее схватим. Новое задание. Цветы для мэри. Мэри, это видимо моя жена или моя девушка, я не знаю. Вы стояли перед бароном и ваша жена, да, это наша жена Мэра, стояла рядом. Он попросил сыграть, ну то есть барон попросил сыграть отельную чашу. И вы знали, что это не для веселья, а чтобы проверить вас. И вы сыграли. Но мэра лишь смотрела барону прямо в глаза и молчала. Он было хотел ударить ее, но вы вскликнули и метнулись к ней. А после лишь темнота. Сколько же дней прошло с того момента? В глубине души вы знаете, что она жива и что вы ее найдете. А пока вам остаются лишь эти цветы, воспоминания и вопрос, почему. Короче, вот что мы делаем в тюрьме. Какой-то барон попросил нас сыграть мелодию. Мы сыграли, ему видимо это не понравилось. Он хотел ударить мою жену, я противодействовал этому. И соответственно отправился в тюрьму. У вас осталось мало здоровья. Нажмите вот эту кнопку, чтобы открыть сумку и поесть. Окей. Открываем значит эту сумку. Ух ты ж, какая сумка большая. Здесь также можно найти информацию о заданиях и справочные сведения. Вот я подобрал вот это что-то. Маленький подсвечник из олова. Я вроде бы грибы подбирал, у меня тут подсвечник какой-то. Одежда, еда. Вот. О, у меня даже яблоко было. Кислое яблоко. Давай пучок грибов съедим. Вот, здоровье поправили. И... И... Написано, что неизвестно сколько хп пополнит мне кислое яблоко. Ну давай его съедим. Плюс 8, короче. Вот. Также у нас есть какие-то книги. Куча всего. Ваша книга. Персонажи и их костюмов. Менестрель зовут нашего главного персонажа. То есть вот он справа, ты его можешь видеть. Костюм Менестреля прост. Хотя здесь написано Менестрель с маленькой буквы, то есть это не имя. А, костюм Менестреля. Это костюм называется. Все, я понял, понял. Гильдия обязывает каждого... Господи, что это за слово-то такое? Менестреля носить. Капюшон Менестреля и веревочный пояс. Вот так вот. У нас есть еще мелодия. Ваша песенка. Которую я какую-то написал. Пой отвратенную чашу. Исполняй же волю нашу. Ага. Это песня вот этой чаши. Ясно, не буду ее полностью читать. Это записка от моей жены. Разная. У меня есть балалайка. Ну, собственно, я, типа, мы же Барт. Все, я думаю, что я все осмотрел в своем рюкзаке. Поэтому давай думать, что дальше. Бадзя. Пустая бадзя. Здесь пусто. Тут ничего нету. Ночной горшок, чтобы туда поссать. Но я же не хочу какать-сакать. Поэтому, поэтому, поэтому. Так. Это что, огрызок чего-то? Я подобрал огрызок яблока. Можно его, кстати, съесть, чтобы у меня полностью... Ой, не туда. Чтобы у меня полностью все хп было. На фул. Съели. Окей. Окей, окей. Больше здесь... Это что такое? Решетка? Куда она? Решетка крепко встроена в каменный пол. Ее... Что-то там... Ее не сдвинуть, не оторвать, ничего. Я так понял, мы сейчас должны отсюда как-то выбраться, сбежать. Хлеб забираем, конечно. Таинственная записка. Хм, жду тебя наверху, дозорной башни. Заметай следы и передвигайся скрытно. Подпись С. Хм, хм. Окей. Я учту эту. Давай сейчас подойдем вот сюда к двери, постучим. Закрыто. Вам нужен ключ от камеры. А где ж я его достану-то? Короче, это головоломка по всей... А, мы можем поспать. Нет времени на сон. Вы не чувствуете усталости. Так, значит, надо найти ключ. Ключ, ключ, ключ. Вот, смотри, ключ от камеры там был. Ха, под булкой хлеба и запиской. Вон оно что. Ладно, ключ у нас есть. Открываем дверь. Вы использовали предмет, ключ от камеры. Свобода, приз получен. Побег из тюрьмы. Выйдите из тюрьмы. Есть записка. Информация о заключенных. Информация о заключенных. Имя. Тила. Ну, скорее всего, все-таки меня зовут Тила, да? Род занятий. Менестрель. Да, точно, это я. Преступление. Акты мятежа. Ммм, вот за что меня посадили. Мышонок. Да ты дерзкий мятежник. Сундук, значит. Открываем. Тут у нас капюшон из мешковины. Забираем. Свеча. Вы вставляете в подсвечник новую свечу. О, круто. Флориа. Флорины. Флорины это монеты. Я так полагаю, деньги. И огнева. Огнева полезная штука, чтобы разжигать костры. Так. Грибы. Собер. Да нет, не заглядывай. Сюда уже все пошарил, посмотрел. Тут мы вроде бы больше ничего не можем собрать. Дверь. Давай закроем дверь. Закрой ее. Ну что, будем отсюда выбираться? Закрыто. Вам нужно что-то там сделать. Вы привлеклили внимание стражника. Скорее. Подойдите к сундуку и спрячьтесь, нажав вот эти кнопки. R2 и X. Где это у меня тут на геймпале? Все, понял. О, старость. Не радость. Не забывайте, прятаться можно в разных местах. Окей. То есть мы можем спрятаться в бочке, в комоде и в каком-то, я не знаю, что это такое. Типа огромное ведро. R и X. Давай, прячься. Прячься, говорю тебе. Успели? Быстрое сохранение. Давай сохранимся. Игра сохранена. Отлично. Какой злой мышь. То есть ты теперь понимаешь, да, насколько я маленький по сравнению с ними. У нее, кстати, ключ есть. Наверное, его надо будет стырить. Он открыл решетки и ушел. Наверное, мы можем вылезти. Таракан какой большой. Значит, он ушел. Вы умеете очень быстро бегать на четырех лапах. Удерживаете L2 для рывка. Окей. Таракашку возьмешь. А зачем ты это сделал? Это желтый. Желтый таракан. Я его поднял. Или там что-то не желтая. Либо это не таракан. А, он спит. Он спит, значит. Так, я могу бегать на четырех лапах. Вот как я бегаю. Нет, это осталось. Яблоко я заберу. Подожди. Ты можешь? Вот. Вот быстрый бег. Еще таракашка. А, это просто жуки. Я жуки забираю. Бадзя. Вот как эта штука называется, в которой я тоже могу прятаться. Но там сейчас пусто. Здесь ничего нету. Верни сено обратно. Ты же там будешь прятаться потом. Здесь дверь закрыта. Нужен ключ от главного тюремного... Что? Главный тюремный ключ нужен. Вот. Так. По стелсу давай попробуем подойти к мыши. Попробую идти к расу, чтобы двигаться тише. Я это и делаю, между прочим. Зеленый жук. Давай возьмем его, чего бы нет. Можно вот сюда еще сходить. Главное не разбудить нашего стражника. Зачем я жуков собираю? Вот мне вот это интересно. Они что-то дают? Так. Жуки. Желтый жук. Ну, хп у меня пока все огонь. Да. Наверное, мыши едят жуков и как бы питаются ими, в принципе. Еще одна свеча. Забираем. Грибы. Зачем я это все собираю, я не знаю. Но хочется мне. Хм. Так. Мы можем вниз спуститься. А нужно ли мне туда вниз? Это один большой и глубокий вопрос. Стоит ли мне сюда спускаться? А я сюда не пройду, потому что нужен ключ от затопленной камеры. Окей. Тогда поднимаемся наверх и приступаем к обыску нашего тюремщика. Тихонечко. Крадемся к нему. Вот здесь вот еще что-то закрыто. Смотри. Главный тюремный ключ. Окей. Ведро. Слушай, я могу воспользоваться как-то ведром. Например, надеть наголу знамя. Для этого нужен подсвечник, чтобы поджечь знамя и отлечь, видимо, нашего... Ага. Я могу таскать. Ясно. Положи пока. Положи. Поджечь знамя можно для того, чтобы отлечь, по всей видимости, охрану. Он еще пока спит. Пока спит. Это хорошо. Сейчас поближе к нему подойду. Аккуратненько. Наступайте тихо и постарайтесь не разбудить страшников. Вас пока только услышали. Двигайтесь медленно и издавайте меньше шума. Вас заметили. Быстро скройтесь из поля зрения. Что-то значки одинаковые, да, по сути-то. Просто один больше белым контуром обведен, а другой нет. Значит, когда белый контур больше обведен... А, все. Вот я увидел. Абухлишечка можно взять? Бутылка брюх... Херда. Брюх... Херда. Давай, ближе подойди. Еще поближе подойди. Бутылочку еще одну возьми. Бутылка. Пустая бутылка из-под вина. Если ее метко бросить, то можно вырубить стражника, забывшего надеть шлем. Бутылка также подойдет для того, чтобы отвлечь внимание или сбить с места какой-нибудь предмет. Ок. Бутылку. Я взял бутылку. Я мощный типок. Я, конечно, могу его оглушить сейчас. Но нужно ли мне это? Я бы просто ключик у него стрелил втихаря. Давай уберем бутылку. Можешь убрать бутылку? Просто убери бутылку. Не нервируй меня. Вон ключ. Возьми у него ключ и все. Нет, он так просто не хочет брать ключ. Что-то. Ты стелсер или кто? Давай еще одну бутылку возьмем. Все бутылки возьмем вообще. Что бы нет? У меня аж бездонные карманы. Я не знаю, куда их пихаю. У меня даже... У меня маленькие сумочки. Вот жук давай возьмем. Туда я тоже не могу пройти. Странно. А чего ж ты не можешь взять у него? Ну давай швырнем бутылку. Почему бы нет? Давай уже кинем в него. Бах! И все. Ушатал я этого. Так. Ключ. А, ну да. По-другому никак. Я что-то у него еще платок какой-то свистнул. Так, так, так. А что я за ключ подобрал? Да, мы сейчас вот тут спрячемся. Давай, залази. Сейчас он там проснется. А я пока посмотрю, какой ключ я подобрал. Я не шипко обратил внимание на это. Итак, ключ от кричащей двери. Ключ от... Где же такая кричащая дверь? Так, он проснулся, нет? Он такой, опа! Что это за фигня было? Что меня оглушил? Чертяки. Непонятно, что он там делает. Давай, вылезем. Если что, бутылка у меня в руках. Я... Я... Я знаю, что можно сделать. Я сейчас выгляну аккуратно. А он уже спит, смотри. Пофиг, что его оглушили. Давай, попробуем мантию поджечь. Я хочу посмотреть, что будет, если мы подожжем мантию. Мантия, мантия. Вот. Оу! Вау, вау, вау! Ну, я быстро вроде бы это сделал. Чё, 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 чё? Чё, он в недоумевании вроде бы. Фух, меня пронесло. Я там уже гороха наметал, походу. В этой бадье. Ну да, короче. Ты видел, как я поджег и... Давай быстро сохранение намутим на всякий пожарный. Надо было это раньше, конечно, сделать. Всё, короче. Я беру бутылку. Бутылку, бутылку, бутылку. Вот. И мы идём. Мы идём исекать другую дверь. И вообще надо бы сходить в другую сторону. И чё? Да. Фух, он спит. Он снова спит. Как замечательно, когда со стражниками. Очень просто и легко. Отсюда, по-моему... Нет, отсюда я не... Не это. Дверь закрыта. Откуда я выполз-то? Вот отсюда? Да, вот отсюда я выполз. Не надо было закрывать дверь, а то я теперь путаюсь, блин. Вот здесь вот... Я слышал, что там кто-то ходил. Пустой сундук. Здесь нет ничего. Зерно. Давай возьмём. Может, я трубочку сделаю где-нибудь и буду плеваться. Плеваться в стражников. Так. Тут есть кто? Можно поднять рубильник. Ну ты давай. Поднимай его. Кто здесь? Ты кто такой? Жаба! Старая жаба с бородой. Я с ней не могу болтать. Или это знак, типа, что ты не можешь ударить и по голове бутылкой. Вроде бы как... Ой. Упал в воду. В воде тут ничего нету, интересно. Книга. Давай, запрыгивай. Вот. Вот. Мы умеем прыгать. Отлично. Книгу прочитать я не могу. Взять фонарь я тоже не могу. Старейшина, а что ты хочешь со мной поговорить? Старый пират. Давай поболтаем. Хрен крысиный. С какого перепугу ты валиваешься ко мне без спроса, мышонок? Ты хоть знаешь, кто я? Старый пират, наверное. Могу прочитать примечения. Ну давай прочитаем. Крысиный хрен. Это его так зовут, что? Что? Почему? Многолетнее растение, распространенное на исторических крысиных землях. Используется в медицинских и кулинарии. В больших дозах опасно для здоровья, вызывая ожоги, слизистых оболочек и выпадение зубов и полное облысение. Ох ты, нифига себе. То есть, как бы, это средство. Крысиный хрен. Хрен крысиный. Это как бы не обзывательство. Это такое растение. Обалдеть. Старый пират в недоумевании. Сам-то я забыл. Забыли свое имя? Постой-ка. Керальт Красный Ус. Вот кто я. Что-то нифига ты не красный ус у тебя, а белые усы. Керальт Красный Ус ходил когда-то штурманом на озерной ведьме. У капитана Ото пороховая бочка. Господи, что за имена-то? Короче, понятно. Это тоже там какой-то пират знатный. Ладно, читаем дальше. Ограбить меня пришел. Скрыга мелкий. Не-не-не-не. Нет, конечно, вы что. Терпеть не могу двух вещей. Как пахнет мышь и как пахнет ложь. Как мне очистить эту камеру от твоей воли? Прошу, помогите. Он, короче, обзывает меня всяко-разно. И я его прошу о помощи. Скажите, это вы помогали мне сбежать из камеры? Мне пора, до свидания. А кто мне помог сбежать из камеры, кстати? Да, давай спросим. А кандалы тебе ничего не говорят, мальшонок. В смысле кандалы? Как думаешь, я мог это сделать? Ну, как бы да, вряд ли. Вот так-то. Да и мог бы, не помог. Ха-ха. Прошу, помогите. Да ну, из чего это мне тебе помогать? Ну, например, я могу поискать ключ от вашей цепи. Хотите на свободу? На свободу? Зачем она мне? Посмотри, до чего меня довела твоя свобода. Ну и пиратства тоже немного. Не, у меня тут есть все аж нужно. Влажный воздух, мухи. Объедеть можно. И даже свой табурет. Хотя все-таки есть одна проблема. В коридоре? Там дрыхнет охранник. Задуши-ка его, а? Что? Зачем? Он назвал меня пиратом. Но ведь вы же и есть пират. Да, я горжусь этим. Но он так сказал, как будто быть пиратом это преступление. А разве это не преступление? Конечно, но я этого не стыжусь. Так за что его тогда убивать? Он назвал меня пиратом. Но ведь вы... Я опять все по кругу. Так мы что-то по кругу пошли. Да-да-да, вот именно. Значит, придушил его или нет? Как? Как? Я как бы не убийца. А как я его вообще придушил? Он такой здоровый. Я не убийца вообще. Ну пусть так. Тогда, может, стащишь у него для меня бутылку брюходера. А я подумаю, не помоешь ли тебе? Кстати, насчет брюходера. Я у него стырил ее. Ладно, скоро вернусь. Вот бутылка, которую вы просили. У него больше нет. Отлично. А теперь поднеси-ка бутылочку к моим устам. Ловко дернув головой, Керальт отправляет бутылку в полет. Пролетев через всю камеру, она попадает в стену и разбивается в дребезги. Каждый раз, как эта скрыга насосется брюхерда, донимает меня своим чертовым храпом. Все, баста. Я сделал, что вы просили. Теперь вы поможете мне? Я дал слово пирата. А слово пирата закон. Я отвечу на пару твоих вопросов. Что тебе нужно? Я ищу кое-кого. Свою жену Мэри. Она тоже мышь? Да, в капюшоне. Ха, тогда кто знает. Вас, ушастых, хвастастых. И так нелегко различить. А уж в ваших дурацких шляпах да капюшонах. Пф, ладно. Это был твой первый вопрос. И мой первый ответ. Что это за место? Это крепость тающей башни на берегу озера Ваэлья. Начинай обрюкаться. Ладно. У тебя еще два вопроса. Сколько я уже здесь? Дай подумать. Ну, десять дней-то уже наверняка. Ты был без сознания. Что тут чурбан? Ладно. Остался один вопрос, мышонок. Не потрать его зря. Вы знаете мышинный язык? Только ругательство. Ладно. И хватит с тебя. Мы в расчете. И все? Да вы мне толком ничего и не рассказали. Больше, чем ты заслуживаешь. Скрыга неблагодарный. Вам не кажется, что вы мне немного больше должны? Все, что с меня причитается, придушить тебя как следует. Он хочет меня убить. Как это интересно. У вас одна здоровая нога осталась? Для такой дерзкой мыши мне и двух пальцев хватит. Гадкий мелкий вздыхает пират. Ладно, вот что. Посмотри сзади меня в горшке. Там может найтись парочка флоринов. Они твои. Как флорины оказались в горшке? Как? Ну не век же им по кишкам странствовать. Фу. Что бы от тебя делаться? Пары монет мне точно не жалко. Мне пора. До свидания. Смотри, хвост дверью не причеме. Ладно. За горшком, говоришь. Это грибы есть? А их точно можно есть? Подожди, куда ты побежал? Парнишок. Подожди, подожди, подожди. Вон горшок. Ночной горшок. О, три штуки. Не пара, а целых три. Ну, спасибо тебе, лягуха. С ней, значит, поболтали. Дверь тебе закрыть, может, чтобы тебе не продувало здесь? Хотя, по-моему, пофиг на нее. Рычаг уже... А, нет, рычаг можно дернуть и закрыть. Хм. Не будем смущать. Палка. Палка. Твердая палка, хорошо сбалансированная для броска. Ломается с громким треском. Палку можно использовать, чтобы отвлечь внимание или сбить с места какой-нибудь предмет. Ммм, учтем. Зерно. Отлично. Так. Что вот тут вот у нас? Куда эта дверка ведет? Как здесь темно? Здесь очень темно. Нам пишут. Угу. Ладненько. Там, смотри, диалог высвечивается. Ну, как бы нам этот диалог уже не нужен. Мы с жабой поболтали. Здесь мы были. Зерно, подожди. Все, я взял. Давай попробуем пройти в дверь, которая справа от стражника. Уверен, что это та самая дверь, ключи от которой мы достали у него. Тихонечко, тихонечко иду я вот сюда. Иду я вот сюда. Иду я вот сюда. Пока все хорошо. И да. Кричащая дверь. Именно от нее ключи мы и взяли. Я так полагаю, здесь очень длинная тюрьма. А свечки, кстати, можно забирать? Да. Все. Ну и ладно, пойдемте без них. Давай я тут побегаю. Пустой сундук, ладно. Пригодится. Сундучок нам пригодится. Сохранимся. А, нельзя сохраняться, если ты не сидишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Залази. А вот здесь вот мы сохранимся. Как удачно здесь поставили сундук. А куда ты идешь? Если он сейчас отсюда выйдет, я закрою дверь. Он просто встал, как бы. Я могу тихонечко вылезти. Я же сохранился, правильно? Давай еще раз. А, все, он пошел уже в другую сторону. То есть, пока он сюда идет. Я и встает в проход. Я могу выбраться с сундука и убежать. Чтоб меня не засекли. Пока что пробираемся. Мы в глубину тюрьмы. Тихо, 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 тихо. Нам надо вот сюда. Направо, 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 направо. Отлично. Вот так вот. Он сейчас развернется. Там мышка спит какая-то. Я думаю, сохранится. Вылазим. Эй, дружочек. Дружочек, как тебя освободить? Закрыто вам нужен главный тюремный ключ. Понятно. Так, он там повернул уже, да? Давай попробуем этот рубильник дернуть. Посмотрим, что там. Ух ты, сколько здесь якобы. Так, там охранник идет. Мне бы здесь спрятаться где-нибудь. Вот в этой штуке же можно спрятаться, да? Она закрыта. Черт. Черт, черт, черт. Вот сюда давай. Давай сюда. Он мимо пройдет? А я что-то, кстати, его уже и не слышу. Ладно, вылазим. Посмотрим в самом сундук. Здесь капюшон из мешковины и гнездо шершней. А-а-а! На вас напал Рой. Рассержень их с шершней. А я думал, этот Рой можно кидать стражей. Но как... Как видим, нет. Все, он вроде прошел. Он вроде прошел. Бочка пустая. Бочка, вот здесь что-то есть. Палка. Отлично. Зерно забираем. Зерно. Ящик. В ящике яблоко. Бутылка с чем-то. Тут карты есть. А, ящик там внизу. Ключ от серванта. Вот, отлично. Карта судьбы. Что там? Еще одна карта судьбы. Бутылочка. Бутылки всегда нужны. Забираем. У меня там уже полный рюкзак, наверное. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Так, одежда. Есть капюшоны. То есть, вот этот капюшон у меня одет. Скорость рывка он дает. А, ну вот эти капюшоны, они намного хуже, чем на мне сейчас одет. Ясно. По еде. Вот, давай, кстати, жука съедим у меня как раз. Ого, плюс 16 жук восстанавливает. Ничего себе. Ничего себе, неплохо. Ладно, сейчас мы, значит... А вот эту вот можно открыть как-то? Сервант. Вот то, что мне нужно. Я хочу его открыть. Открывай. Бутылка. Вы не можете взять с собой больше инструментов этого типа. Эйх. Ну, давай тогда бабки возьмем. Если что, с бутылкой я могу сюда вернуться. Тут больше ничего нету? Не. Тут больше ничего нету. А как вот эту вот открыть? Мне вот это вот еще интересно. Хочу открыть. А, и этот тоже можно, сервант, открыть. Все. Вы воспользовались ключом. Пиратская портупея. Ммм, это какой-то костюм. Костюм пирата. Капитан Отто Пороховая Бочка. Похожий на округлый бочонок с очень коротким фитилем. Был капитаном. Это мы уже где-то читали. В, собственно, ручно изготовленных плакатах разыскивается капитан Пороховая Бочка. Всегда изображает себя в следующем обличии. Ну, и вот он справа. Как бы ты его можешь видеть. То есть, если я наряжусь в это обличие, я стану капитаном Пороховая Бочка. И меня начнут разыскивать. Так, подожди. Одежда, одежда, одежда. Вот. Я могу ее одеть. И давай-ка оденем на грудь. Я же надел ее. Да, надел. Отлично. Все. Вон она, эта пачка, смотри, у меня на шее. Ой-ой-ой-ой. Так, меня не видно здесь. Меня не видно. Ну, тут вроде бы все. Я вот все, все обыскал. Пойду. Сейчас охранника Шандарахну. А, подожди, нет. Вот тут вот еще что-то есть, смотри. Она тут пусто. Спать в кровати. Зачем? Я не хочу пока спать. Сил полно. Возьмем, значит, бутылку. Бутылку бери. Сейчас он тут пройдет, и я его Шандарахну. Так вот, присядем. Ну давай, иди сюда. Выходи, выходи. Выходи, выходи. А, вон ключ, кстати, висит. Блинский. Как так вышло, что не сработало? Я, видимо, об косяк, что ли, ударил. Но, по всей видимости, нам охранник как бы-то и не нужен. Потому что ключ висит сбоку. Давай уже, пройди. Охрана. Вон там башку чешет. Ладно, бутылку мы израсходовали. Но я знаю, где достать еще одну. В серванте. Ты будешь уходить, нет? Вон, пошел. Ну да, у него вроде бы как и нет ключа. Угу. Хорошо. Значит, берем ключ... Бутылку здесь еще возьмем. Эй. Давай. Да что ж ты будешь делать, мышонок? Соберись. Бутылку взяли. Все. Быстренько, быстренько, быстренько бежим ключ брать. Так, ладно. Чтобы достать ключ, нужно кинуть. Охрана не услышала. Площади. Ключ от площади дверей. Вот. Вот, 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 вот. Все, бежим. Бежим. Охрана услышала. Охрана услышала. Она бежит. Тоже бежит. А мне бы здесь где бы как бы спрятаться. Погоди. Все, он дальше сюда не заходит. Я взял кучу палок. Вон он ходит. Они, короче, гуляют только от двери до двери. Своей двери. Предупреждение. Давай почитаем. Механизм подъемного моста слишком неустойчив. Кузнец запланировал ремонт. Использовать осторожно. Ладно. Ок. Жалко, конечно, что другие двери не открыть. Теперь нам нужно перебраться на ту сторону. Для этого нужно активировать механизм. Механизм тоже где-то на той стороне, поскольку тут палки лежат. И нужно в него попасть. Давай палки возьмем. Палку берем. Ты его видишь? Вон он. Вон он механизм. И попробуй ты в него попади, блин. Вот так вот сможешь попасть? А, получилось. Ништяк. Ништячковый. Подожди. Нет, тут точно ничего. Точно ничего здесь больше нету. Сейчас заглянем вот в эту тумбу. Фонарь. Наконец-то. А то здесь темно. Ходить. Подожди. А если просто свечи... А, вот фонарь. Давай. Бери фонарь. Вот так вот я и буду ходить. Кувшин с маслом. А, чтобы... Чтобы все понятно. Нужно же как-то фонарь заправлять. И вот мы маслом его и заправляем. Отлично. Он теперь будет светить ярко. И помогать нам. Ох, как хорошо-то. Как балдежно. Ладно. Поднимаемся наверх. Все выше и выше. Здесь. Заперто. Тут кто-то ходит. Вон он, вон он, вон он. Может меня спалить. Может меня спалить. Давай тихонечко. Он, кстати, на свет реагирует? Или только на шум? Нет, это вопрос. Так, возьму-ка я, пожалуй, бутылку. 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 Просто поднимемся сейчас наверх. Надеюсь, он меня не заметит. Вроде меня не заметили. Я красавчик. Тихий красавчик. Дверь можно открыть. А нет, ключ от комнаты с бочками нужен. А в этих бочках нет ничего? Подожди, а вот эту бочку нельзя толкнуть? Кажется, можно. Оу, круто! Вот это да. Вот это я понимаю. Бочка, в ней есть деньги. В этой бочке ничего. Так, носовой платок можно забрать. Ключ от тихой двери. Тихая дверь это здесь. Отлично. Можно пройти. Блин, нет, давай назад-ка вернемся. Я хочу того охранника шандарахнуть все-таки, потому что мне кажется, у него есть ключ. Там столько дверей, которые мы не открыли, поэтому я хочу вернуться. Подожди. Хочу попробовать его все-таки оглушить. Вот. Мы его оглушили. Давай посмотрим, что у него есть. На свой платок. И ключ? Нет, к сожалению. Ключа у него нету. Поэтому ту дверку мы не сможем открыть, где храпит мышка. Эй, жалко. Но я попробовал. Мышонок, ну как? Как тебя вызволить-то? Главный тюремный ключ нужен. А тут, кстати, какая-то записка есть. Вон. Ее бы как-нибудь прочитать. Эх. Может сюда залезть? А по где-то буретку можно передвигать? Да, можно передвигать. Давай посмотрим, что тут. Брафон Нильс. Стражник. Воровство. Нарушение общественного порядка. Все понятно, кто это такой. Ну, как бы. Нам такие помощники не нужны, поэтому бежим отсюда. Там уже стражник проснулся. Сто процентов. Бутылку еще одну надо. Бутылку достанешь? Да, вот так вот. Вон он. Вон он, вон он, вон он. Сейчас я в него как кину. Сверху. Бочки больше нет, поэтому как бы... Кидать-то, собственно, им нечего. А двери открыты. Он меня может запалить. Запалить. Ты кинешь у него бутылочку? Давай попробуем. А, отлично. Отлично сработано, мессия. Прошли тихую дверь. Здесь еще один стражник у нас. Еще один стражник, который смотрит. Куда? Куда он смотрит? Он смотрит прямо на нас сюда. Сейчас он уйдет. Сейчас он уйдет. И мы пробежим. Отлично. Отлично. Тихонечко крадемся. Как только он начнет поворачиваться, мы сразу... Вот и все. Вот так вот надо с ними. Еще один капюшон нашел. Плюс 50 чего? Монеток на свой платок собираем у этого грызуна. Так. У нас все хорошо. Здесь можно открыть дверь? Главный тюремный ключ. Нужен. Где же мне его достать-то, этот главный тюремный ключ-то? Так. Здесь есть рычаг. Давай его дернем. Это выход по всей видимости. Тут куча всего. Пустой сервант. Наверху. Бутылка брюх... Ходера. Брюходера. Свечи. Забираем. Смотри, ключи. Главный тюремный ключ. А это говорит о чем? Это о том, что мы можем вернуться назад. Набрали кучу свечек. Места больше нет. Путь. Манэстрелля. А книгу взяли. Потом можно будет на досуге почитать. Это что у нас? Это с маслом, по-моему, да, у нас? Зерно. Зерно. Вот этот вот кувшин. Да, кувшин с маслом. Но у нас, по-моему, масло в достатке, поэтому как бы... Как бы до поряточку давай поднимем. Кажется, идет, кажется, идет сюда. Я спрячусь и сохранюсь на всякий пожарный. Нет? Не дошел сюда? Ну и ладно. Так, получается, мы можем сейчас вернуться с тобой назад, потому что у нас есть ключ. Книгу забрали. Здесь столько книг. Прям капец. Вон сыр, кстати, вижу. Смотри. Сыр возьмем. Карта тюрьмы. Офигеть. Когда у вас появится карта места, где вы находитесь, на нее можно будет взглянуть, удерживая вот эту кнопку. Сейчас я взгляну. Доставай карту. Ммм. Угу. Значит, есть карта судьбы. Я слышу кузницу. Кузнец там что-то делает. Так. Обокрали, значит, стражей. Могу поспать. Сердце, сплетенное хвостами. Книга называется. Забрали ее. Ночной горшок. Он пустой. Там мухи. Фу-фу-фу. Вот сюда нельзя. Нет, тут не заглянуть. Ну все. Давай-ка вернемся обратно. Откроем все двери. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот сюда. Вот сюда. Бутылка. Есть бутылка. Бутылка есть. Есть ума бутылка. Можем тут спрятаться? Да, можем спрятаться. Вот так вот мы сделаем. Чтобы не тратить бутылку. Сохранимся на всякий случай. Вылазим. И теперь бежим. Опа-ки. Вот это я понимаю. Стелс. Вот с этим чуваком, конечно, придется немножечко бутылочка ему дать. Пашбану. Черт, промахнулся. Как это вышло вообще, не понимаю. Да как ты промахнулся? Блин, 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 блин. Беги. Беги. Я думал, они сейчас меня поймают. Нифига себе. Три бутылки в него кинуло. Ну хоть бы что. Ну вообще по барабану. Здесь закрыто. Но я выжил вроде бы как. Фу. Все, сюда он не должен идти. То есть как бы по... А, он все равно идет. Пока я не спрячусь, да? Здесь есть кто? Давай-ка мы вот сюда спрячемся. Вот сюда вот спрячемся. Фух. Вот это поворот. Давай сожрем жука какого-нибудь, а? Другого. Так. Мы не знаем, сколько хлеб дает. Но батон большой. Поэтому оставлю его на потом. Вот этот жук. Что он дает? Плюс 24 хп. Нормально. Жуки сытненькие такие. Можно еще и зерна поклевать. Потом. Так. Значит, я хотел высвободить тебя. Отлично. Кусок для заставы. Ну, давай возьмем. А что это за кусок? Это письмо что ли или что? Погоди. Что это? А, пропуск. Как я мог прочитать, что это кусок? Пропуск для заставы на песском тракте. Совет красной лапы. Приказывает обеспечить предъявителю всего безопасный проход по песскому тракту. Без помех и препятствий. Как будто его хвост это хвост самого барона. Такие дела. Фу, он попердывает. Смотри, как он навонял. Ужас какой, а? Фу, 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 фу. Так, ладно. У нас есть пропуск. Это здорово. Фу, фу, фу. А, давай обыщем его. Там он на свой платок могу взять. Вот так вот. Хватит пердеть, а. Какая же вонища. Так, нам теперь нужно вернуться в самое начало. И, возможно, мы сможем освободить лягуху. Потому что у нас есть ключи. Хотя нет, ключи от кандалы у нас нету. Прячемся. Уйди с поста, пожалуйста. Ладно, ты сам напросился, короче. Ты напросился. Давай кинем в него палку. А, подожди. Смотри, что мы можем сделать. Можем сделать вот так вот. А, ему пофиг, слушай. Ему пофиг. Офигеть. Надо пойти подобрать тогда эту палку. Че, зря кинул? Надеюсь, она не сломалась. Кстати, где она? Эй! Ну, шо за дела? Палка пропала. Палка, металка. Я, конечно, могу просто мимо ноков пробежать. И все, как бы. Вот так вот. Оп. Ой. Больно было, больно, больно, больно. А здесь еще один. Так. Такс, такс, такс. Такс. Я заманил себя в ловушку, да? Хотя, вроде они там это. Он ушел. Просто взял и ушел, прикинь. А эту дверь я могу открыть? Ключ от затопленной камеры нужен, но у меня такого нет. Прикинь, он шел, шел, шел. Ха, мимо. Мимо. Дверь закроешь? Дверь закрой, дружище. Не, не хочет закрывать дверь, че-то. Ну, ладно, я тут побегаю тогда. Так, значит, тут мы были или не были? Открывай дверь. Все, заходи. Давай я в нее попробую кинуть. Нет, я не попробую, я просто убегу. Убегай, убегай. Быстрее, мышонок, убегай. ХП мало осталось. Выносливость тоже не к черту. Так, 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 так. Вот сюда. Вот сюда. Ты меня не найдешь. Меня здесь нету. Да, какие у него противные красные глаза. Все, он свалил. Момент для того, чтобы сожрать вот этого жука. Он восстанавливает плюс 8 совсем чуть-чуть. Зерно восстанавливает плюс 8. Сыр. Он один, не буду его пока есть. Яблоко давай сгрызем. Вот так вот. Все, вылазим. Он ушел спать, по идее, должен был. Да, он дрыхнет, отлично. Ну, а я тут спокойненько побегаю. Зайду сюда. Посмотрю, что это вообще за место такое. Давай фонарик возьмем. Да нифига тут не видно. Так, скелет. Зеленый жук. Вот это его. Скелет. Пиратская шляпа. Отлично. Еее. Дурная слава пирата. Я скоро... Чего? Глазная повязка. Нифига себе. Я сейчас вообще костюм тут весь соберу. Еще жук. 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 Возьми его. Получается, я здесь все собрал, да? Давай посмотрим. Вот шляпа. Скорость рывка уменьшается и незаметность тоже уменьшается, если я надену эту шляпу. А вот глазная повязка наоборот. Ее наденем. Наденем. Значит, все. Смотри, какие мы суровые. У меня теперь повязка на глазах. Я прям борсый, дерзкий пират. Можно еще было, конечно, шляпу бы надеть. Но затем... Тут вроде бы все. Здесь уже откинулся пират и больше тут ничего нет. Все, что можно было, мы у него отобрали. Значит, это моя камера. Пора бегусь-ка я дальше. Здесь ничего. А там, кстати, было темно. Вон туда, когда я спускался. Там говорили, очень темно. Но у меня... У меня... Теперь есть фонарь. Это круто. Жаба, слушай. Тьфу ты. Убери свет. Ты что, ослепить меня хочешь? Ай, ладно. Уберу сейчас. Давай палку возьмем. Ты быстр, мышоток? Да, я очень быстро. Что еще? Мне пора досвидос. Вот и ладно. Давай, вали. Значит... Если бы я переоделся в пиратский костюм, то может быть, может быть. Он бы что-нибудь мне еще бы сказал. Доставим, значит, наш... Наш... Лямпу. Ключ от стоков нужно где-то найти. Блин. Погодите. Да, я почему-то был уверен, что у меня... Все ключи есть. Но, как оказалось, не шиша. Это не так. Блин, хотел спрятаться, но не получилось. Беги. Беги, мышара. А сюда можно, кстати, пройти? Да, там заперта дверь. Нифига себе. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Подожди, я хочу попробовать. Я могу эту дверь открыть? Ничего себе. Ну ничего себе. А что у нас здесь? Так, я постою здесь, потому что у нас... Грузуны-охранники, они немного тормознуты. Здесь ничего у нас не лежит. Давай сожрем еще зерна. Вот. Откроем вот эту дверь, посмотрим, что там у нас. Куда эта дверь вообще ведет? А, вон оно. Вон оно. Так, я не понял. А, какая интересная дверка. Я даже эту дверь... Все, я же в эту дверь хотел пробраться, думал, что у нас закрыто? И вот я наконец сюда пробрался. Просто рычаг дурнул, и все. Это своего рода такой сокращенный путь. Ну и все. Здесь мы все обыскали, можно отсюда валить. Мы выбрались во двор. Бутылку, кстати, надо взять. Морковочку возьму. Отлично. Как здесь здорово. Когда не темно. Пойдем к кузнецу подойдем. Поболтаем с ним. В бочке все пусто, везде все пусто. Может мы здесь можем... О, палка. Зерно давай возьмем лучше. Палки у нас и так в достатке. Латная юбка стражника. Если я ее возьму... Ммм... А я ее просто взял. Я могу переодеться в стражника. Ага. Но она, конечно, брони дает немерено, но скорость у меня уменьшится. Это 100%. Банка со слизью. Если разбить кувшин, останется лужа слизи. Необутый стражник может поскользнуться на ней и упасть. Понятно. Забираем, значит, это все. Я хотел, знаешь, что посмотреть, характеристики вот этой юбки. Ну да. Ты ее одеваешь, у тебя защита дофига становится. Но... В плане восстановления сил, скорости, всего-всего-всего этого у тебя становится мало. Что и что мы можем взять у кузнеца? Ну, наверное, мы можем с ним поболтать. Кузнец, ты хочешь с нами поболтать? Да, мы можем с ним поговорить. О чем-то хорошем. Кузнец? Как дела, мышь? Это вы мне? Ну да. А стражников вы не позовете? Вообще-то... Не собираюсь. Я могу тебе чем-то помочь. Что вы имеете в виду? Ну, ты, похоже, заблудился и у тебя уйма вопросов. За пару-тройку монет могу тебе что-то подсказать. Ну, я подумаю. Давай спрашивай. Я ищу свою жену Мэри. Вы ее не видели? Я думаю, что нет. Он точно не видел. Можно спросить ваше имя. Денег у меня нет. Как-то еще договоримся? Давай скажем ему, что денег у меня нет. Может, вы... Мы как-то договоримся? А-а-а-а. У меня, пожалуй, найдется для тебя одна работенка. Простите, но помочь не смогу. Что за работенка? Что-то от меня нужно? Похоже, один из моих молотков отрастил ноги и сбежал. Доказательства у меня, конечно же, нет. Но я сильно удивлюсь. Если эти двое мышей и воришек в камере, тут ни при чем. Но вообще-то я в камере всех мышат обсмотрел. Один из этих двух, которые сидели, это я. Вернешь молоток? Буду очень благодарен. Понятно. Ладно, я пойду поищу твой молоток, а то деньги как-то не хочется тратить. Хоть у меня их, в принципе, и в достатке. Сколько у меня, кстати, денег? 16 монет. Можно было и без задания с ним доболтаться. Еще палка есть. Вот тут бочка, там что-нибудь есть? Не, она пустая. Пустая бочечка стоит. Это что у нас за место такое? Куда это я поднимаюсь? Куда-то наверх. Кому-то домой. Масло. Фонарь у меня полный, поэтому наполнять мне нечего. Пустой сундук. Ух, какие развалины. Толкнуть. Для чего? Сейчас, подожди. Прежде чем что-то толкать, надо посмотреть куда. И для чего? Ну ладно, давай толкнем. Как бы там ничего такого-то и нет, но... Толкнул. Табориатку поднять не могу. Здесь вроде бы все. Ладно, давай вылезем наверх, посмотрим. Может мы куда-то сможем теперь пробраться? Эть, вот так вот. Молодчик. Спрыгиваем. Ну да, пожалуй, мы здесь сможем пробраться. А почему мы не пошли по лестнике? Потому что там охрана стоит или что? Непонятно. Непонятно почему. А, потому что тут вот лестница есть. По лестнице мы взобрались и... Вот, 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 вот сюда нам надо. Смотри, цветок, кажется. Кажется, это цветок. Красная роза. Есть. Еще одна палка, которая нам, в принципе, сейчас не нужна. Ну ладно, мы нашли цветок. У меня же было по заданию найти цветы. Ой, я, кажется, застрял. А если я вниз отсюда шандарахнусь, мне ничего не будет. Угу. Ладно, тут вроде бы закончили. Здесь был тайничок. Такой своеобразный. Ставни можно открыть и... А, там все равно никак не пролезть. Мы слишком жирненькие с тобой. Попцы наши жирноваты. Пойдем в эту сторону сходим. Здесь охранник. Понятно. Лучше нам не попадаться. Лучше нам не попадаться. Хорошо. А можно, кстати, вниз спрыгнуть? Кстати, да, тут лестница есть. Смотри. Спускаемся по лестнице вниз. Ммм. И что же мы тут имеем? Что это за место такое? Вот здесь бутылка. Сундучок маленький? Круто. Закрыто. Вам нужен ключ от сундука. А где же я его достану? Видимо, где-то стырить у кого-то надо. А у кого стырить можно, конечно же, у охраны. Так, у меня есть бутылка? Огушить. Да, есть бутылка. Одна. Кстати, а как насчет попробовать вот эту штуку? Баночку, скляночку. Сейчас тут вот разольем. Может, прям к нему кинуть? Он ног. Вот так вот. А он в обуви не прокатит. Те, кто в обуви не прокатит. Те, кто в обуви не прокатит. Сейчас он там вот в эту лужу наступит. Ну да. Не прокатит. А, слушай, у него еще и шлем. Бутылку в него вообще бесполезнее кидать. Так что, как бы бежим. Бежим, 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 бежим. Так, а где ж... О, кстати, роза, смотри. Вот, надо ее забрать. Хватай. Отлично. Ладенько, пора закругляться, если тебе понравилась эта игруха с этим открытым прекрасным миром и моим мышонком, грузинком, то не забудь поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан на канал, подпишись на Яндекс.Дзен, ссылочки будут в описании. Туда дублируются все ролики с Ютуба. Ну, а мы с тобой увидимся в следующем видео. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok